Всем привет, танкисты! Хантера с вами, и тема сегодняшнего нашего видео будет разведмашина 9 уровня, Кракт. Это одна из самых веселых и фановых машинок у нас в игре. Конечно, она очень командозависима, очень скиллозависима, танк, конечно, ситуативный, но в целом он всегда сможет в большинстве, точнее, показывать себя достаточно неплохо, особенно если на нем играют более-менее скилловые игроки. Ну, давайте обо всем поподробнее. Значит, как собрать вообще эту замечательную машину? Лично я предпочитаю именно агрессивные вид сборки, про которые вам и расскажу. Есть куча, конечно, альтернативных. Значит, сюда поставить лучше командира Сабрину Вашингтон, потому как она добавляет самые важные качества, такие как обзор, сведение, маскировку, штраф после выстрела к маскировке, уменьшение, точнее, и он. И это, наверное, самое преимущественное. Такой командир распространённый для такого класса техники. Значит, экипаж у нас состоит из двух человек, помимо командира, без заряжающего, при этом как бы сам наводчик функцию заряжающего не выполняет, что, конечно, обидно, потому что перезарядка здесь достаточно долгая, даже со всеми моими бустами составляет 7,93 секунды, это достаточно долго. Ну вот, без неё вообще там 9 копейками. Значит, по самому мехводу. Обязательно поставьте сюда перк плюс 10% проходимости по грунтам. Ни в коем случае не рекомендую, ребята, сюда ставить вам всё на манёвренность, как перки, так и оборудование, потому что эта машина крайне нестабильна на грунтах, да вообще на любой поверхности. Её постоянно болтает, малейшие кочки приводит, ну, достаточно печально впоследствии. Ну вот, в этом видео, кстати, тоже будет такой момент интересный, когда меня просто на ровную поверхность занесёт, я там буду ездить по холмам, по горам. А значит, и поставить ему плавный ход, наверное, вторым перком больше там брать, по сути, особо нечего. Значит, по наводчику, к сожалению, как я сказал, не выполняет функции заряжающего. Ну вот, обязательно поставьте ему перк в яблочко. Это очень важный перк для любой ББМ-ки, да, или любой барабанной машины, потому что после каждого, после каждого выстрела ваши пульки на разброску увеличивается на 20%, а с этим перком, ну, вернее, уменьшается на 20% с этим перком. Это очень важно и, как бы, очень, скажем так, приятно для такого класса техники, да. Обязательно поставьте, наверное, сведение, по сути, там тоже больше брать нечего. Значит, по оборудованию. Лично я предпочитаю затвор, то есть специальное покрытие снарядов для буста точности, скажем так, стабилизации и перезарядки. Но вы можете, скажем, выпилить затвор, поставить туда оптику, иметь, скажем так, не 520 метров обзора, а 550. Это тоже, скажем так, очень, на самом деле, важно. В общем, я можно когда-нибудь попробую поиграть и так. Значит, по подвижности, я вам сказал, ребят, ни в коем случае не ставьте ничего в маневры. Ставьте все во вращение башни, разбоны, максимальную скорость. Это самое важное. Ставьте, по сути, любые модули именно с вот этими характеристиками. Последовательность не важна, да. На геймплее это особо, ну, не отразится. По способу применения вообще этой замечательной машины. Это, ребята, разведчик. Разведчик, да, как активный, так пассивный. Ну, и, естественно, такой вот диверсант, в которого еще судьбу бегать. Первое, что вы должны усвоить, это то, что светляк вражеский, это для вас цель номер один. Если она недоступна, да, находится на другом фланге, тогда вы можете делать что-то на своем фланге. Но в большинстве случаев самое главное, вы должны контрить именно его. Но в данном случае, как бы в данном бою, я, как бы, вижу, что вражеский краб делает какие-то глупости, да. Естественно, врываясь в тыл врага для того, чтобы сначала убрать артиллерию, а потом уже заниматься, скажем так, основными силами. Уже такими более медлительными, менее подвижными противника, да. Сейчас, как бы, можно обратить внимание, что в квадрате Е дут столкновения наших основных боевых танков и вражеских. Естественно, они будут стоять ко мне кормой. Моя задача, как можно быстрее к ним как-то подъехать, да. Так как у нас там наших машин там меньше, да, а вражеских больше, желательно, конечно, как-то попробовать ровнять результаты, ну и развернуть вражеские машины на меня, тем самым отвлекая их в этом союзе танка. Это даст возможность, соответственно, нашим машинам как-то там уже натыгрывать. Обратите внимание на огневую мощь этой замечательной машины. Вы просто врываетесь, да, в какую-нибудь там, кому-нибудь кормоид, который к вам стоит. И просто с одной пулеметной ленты вы носите основной боевой танк 8-го, иногда даже 9-го уровня. Это действительно, ну, внушительная мощь. Вот здесь вы можете обратить внимание на то, что я вам говорил, то есть маневрность, да, ну и вообще как бы управление в этой машине. Оно очень специфичное, к нему нужно привыкнуть. Здесь, наверное, самый приятный вообще момент в этом бою, когда все вражеские силы просто стоят ко мне кормой. И вы можете обратить внимание, как эта машина может просто пылесосить фраги, да, пылесосить просто дамаг. И просто оппоненты ничего не могут с этим сделать, потому что пока они развернутся, вы просто, даже если их не убьете, вы просто слижете больше половины хп. И это действительно огромное достоинство этой замечательной машины. Просто нужно грамотно действовать, да, постоянно смотреть на миникарту, смотреть, что делают вражеские, так сказать, танки, что делают союзные танки, и обязательно этим пользоваться. Самое главное помнить, ребята, хороший светляк – это живой светляк. Вы должны жить всегда до конца боя обязательно, потому что в основном именно вот такие моменты, да, случаются. Когда вы наносите огромное количество повреждений, берете там кучу всяких медалей и кучу всяких фрагов, тогда, когда вы именно переживаете первую половину боя. Это, пожалуй, самая такая страшная такая, наверное, доля светляка. Ему нужно просто прожить. Вот когда вы проживете, тогда у вас открывается огромное количество возможностей. Потому что большинство, скажем так, союзной вражеской техники будет уже, скажем, отправлено в ангар, и вы сможете уже как-то там маневрировать, как-то действовать и находить какие-то для себя возможности. И именно тогда уже в большинстве случаев светляк раскрывает весь свой потенциал. В общем, это был обзор на Краба. Друзья, если вам понравилось, как обычно, напишите что-нибудь. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok